Всем привет! Решил записать краткий видеообзорчик с крупными масштабами, осветить основные инструменты. Тем более, что на фоне моей ангины выпала неделя с прямыми эфирами, ну и видеообзоры тоже давно не записывали. Поэтому, думаю, будет не лишним. Начнем с рубля. Здесь пока все развивается в рамках того сценария, который описывался в моих предыдущих обзорах. То есть пока сценарий у нас негативный, сохранится он как минимум до того момента, пока цена не закрепится выше зоны 2 на текущем графике. То есть вот если сюда уйдем не шипом, а будем здесь торговаться, вот после этого оправдан будет поиск точек входа в лонг. До этого момента вся вот эта консолидация укладывается в рамки коррекции к предыдущему снижению и я ожидаю, что будет выход вниз. Соответственно, переставление минимумов вот этой зоны, это, скажем так, программа минимумов. До какой цели мы уже дойдем? Второй вопрос. В своем глобальном обзоре я озвучил, что было бы неплохо дойти до зоны 68-65. Ну, собственно, как оно будет на самом деле, посмотрим. Ориентир я вам дал, отмену показал, где ожидать. То есть если выше зоны 2 закрепляемся, то возможно отмена сценария. И, соответственно, возникновение позитивного сценария. По евро-доллару с начала года у нас идет коррекция и, в принципе, все развивается в рамках того глобального сценария, который я озвучил. Был момент, в котором я думал, что мы ограничимся, может быть, небольшой откатной коррекцией, да, потому что здесь вот такой был хороший момент, когда мы резко так выросли. Потом скорректировались, продолжили и были, собственно, такие прикидки, но вот в этом моменте, что мы действительно здесь снова идем против доллара, да, и ждет тест нас максимумов. Ну, вот после последнего отбоя, собственно, основной сценарий сейчас это продолжение негативного сценария. Мы просто усложняем коррекцию, да, и с большой долей вероятности вынесем вот эти минимумы, да, ну, соответственно, снова будем тестировать всю вот эту вот верхнюю границу вот этой зоны. Если ее проходим, то, соответственно, идем вниз и есть у нас шансы все-таки сделать большое очень движение в сторону доллара, как я в своем глобальном обзоре, да, в январском, по-моему, видеообзоре и записывал. Можем очень глубоко сходить, но посмотрим на самом деле. Зоны вы видите, на какой именно цена становится, не знаю. Факт в том, что пока оправдан по-прежнему поиск точек входа в шорт, да, по крайней мере, очень хороший здесь был отбой такой. И пока мы, ну, скажем так, с большой долей вероятности вот эти минимумы будут переписаны. Дальше уже будем смотреть, как я сказал, да, какая зона сыграет здесь роль. Но пока остается сценарий негативный. По крайней мере, надо вернуться сюда, что-то здесь начать заштриховывать, да, допустим, вернуться выше вот этого максимума. Тогда уже будем рассматривать какие-то альтернативные сценарии, больших, может быть, каких-то коррекционных моделей боковых. Вот аналогично тому, что у нас было здесь. Все возможно, но пока этот сценарий не рассматриваю. Он не базовый, скажем так, в текущий момент. Так, теперь переходим к золоту. Здесь у нас картина, в принципе, тоже хорошая. В том плане, что развивается все в рамках того же негативного сценария, который предполагался, да. Здесь был момент, когда после сильного отскока здесь, да, я подумал, что здесь будет какая-то консолидация. Ну, вы помните, я сделал отдельное включение в телеграм-канале, собственно, сказал, что нет, скорее всего, это у нас коррекция в рамках негативного сценария. И действительно, после того, как мы вот эти минимумы переставили, ну, тут определенная такая головная боль, ну, или, скажем так, сложности с трактовкой всего текущего движения. Они спали, поэтому пока все нормально. Продолжается негативное движение, понятное. Несмотря на то, что глобально я считаю, что вся вот эта вот модель коррекционная, большая, да. Идет коррекция. Она еще может длиться достаточно долго, но, тем не менее, мы сейчас в хорошую такую зону поддержки пришли. Мы здесь достаточно долго находились на пути наверх, поэтому сейчас эта зона тоже будет сдерживать. Но, тем не менее, скажем так, понижательное давление, думаю, пока сохранится. Хотя нам абсолютно не важно, сохранится оно или нет, потому что после переставления этих минимумов, картинка уже, скажем так, чисто формально может быть завершена негативная. Но об этом мы будем думать, если цена уверенно вернется выше линии 1, да, выше 1763 и вот здесь будет торговаться. Вот в этом случае можно будет рассмотреть какие-то лонги, грамотные, хорошие, да, потому что здесь у нас фактически ложный пробой будет, да, ложная проторговка ниже зоны. Вот, и здесь уже можно будет опираться, опять же, искать точки входа в лонг, когда мы будем торговаться вот здесь. Пока же мы торгуемся ниже этой зоны, можно по-прежнему рассматривать шорты, и если здесь будут хорошие модели продолжения, да, мы тут будем проторговываться, то с большой вероятностью продолжим снижение, нам ничего не угрожает. Вот, все, картинка такая, достаточно хорошая, понятная для торговли в обе стороны, и это хорошо, потому что лишние непонятности, они меня смущали, потому что золото один из любых инструментов, когда там непонятно, что происходит на глобальном масштабе, сложно ориентироваться. По S&P, фьючерс, склейка на дневном масштабе у нас пока, как это ни странно, картинка остается в рамках небольшой коррекции, то есть сценарий пока позитивный, потому что от ключевой локальной поддержки мы отбились, не смогли мы углубиться далеко в рамках этой коррекции, поэтому пока есть все основания говорить, что мы остались в рамке небольшой такой формации коррекционной, и сейчас, в принципе, можно рассматривать лонги, другое дело, что мы сейчас пока стоим на минимумах, да, если мы посмотрим там внутри дня, на часовочке, пока мы стоим на минимумах, и это может быть такой формацией продолжения, скажем так, чисто формально, на часовках тут сценарий строго негативный пока, после вот этого залива мы сейчас корректируем его, и сейчас стоим более того верхней границы, поэтому, в принципе, спекулянтам тут даже есть смысл какой-то рассмотреть шарты, тем более, что здесь очень такие короткие стопы, да, за вот этой зоной, вот, но на дневках картина выглядит по структуре таким образом, что раз мы не смогли закрепиться ниже вот этой вот зоны, картинка остается позитивной, хотя, если мы сейчас пробьем, то будет переключение, и будет шанс, соответственно, протестировать следующую зону, и вот здесь уже может быть запахнет жареным, потому что, я думаю, если пройдем вниз зону 1, да, то здесь у нас есть все основания тогда уже, прям, начать хорошее движение вниз, но пока я его не ожидаю, пока я ожидаю, что, скорее всего, оптимизм сохранится, но, опять же, локально, с точки зрения вот S&P 500, смотрим сейчас на вот эти границы, да, как они там рисуются, если это все в рамках такого отбоя сохранится, да, будем наверху торговаться, то здесь вполне, вот, есть смысл рассмотреть лонг, после того, как мы вот эти вот хаи пробьем, если же мы отбой получим, да, соответственно, уйдем ниже линии 2, вот здесь, да, закрепимся на дневках, то здесь уже будем рассматривать шорты, пока тут такой коридорчик, да, вот на часовку я вам показал, хорошо видно, такая проторговочка возникла, поэтому смотрим, в какую сторону будет выход, и делаем уже выводы, как бы мне не хотелось глобальную коррекцию увидеть, пока я вижу, что рынок держится достаточно позитивно, по индексу московской биржи тоже сделали мы небольшую коррекцию, да, была хорошая такая, хорошая возможность здесь от верхней границы канала, снизились, протестировали первую цель, очень неплохо от нее отскочили, да, тут такая хорошая была зона, отскочили, но верхи пройти не смогли, и, собственно, остались в этом диапазоне. Как я говорил, есть шанс, что мы здесь большую коррекционную модель делаем, боковую, и, соответственно, будем выходить наверх. В принципе, в этой консолидации можем накопить достаточно усилий, кстати, не обязательно, вот этот может быть последним сегментом, да, мы можем еще сделать одно колебание, потом выходить наверх, то есть еще больше собрать сил, может быть, тут какой-нибудь треугольничек даже нарисую, то есть, почему нет, все возможно, вот, поэтому смотрим, ждем, пока мы остаемся выше зоны 1, тут сценарий позитивный, если мы будем тестировать эту зону, да, и получим хороший отбой, то это будет идеальная возможность для лонга, если нет, ну, будем смотреть, что у нас тут раньше происходит, в общем, пока картинка позитивная, есть смысл локально вот здесь, по крайней мере, рассматривать возможности для лонга. Если же мы пробиваем вот этот минимум, да, уходим сюда, то здесь, соответственно, у нас продолжается большой, ну, скажем так, не то чтобы большой, но потенциал для коррекции у нас продолжается вот этот сценарий. Пока он поставлен на паузу, потому что очень высокий был отскок, да, если бы мы обновили максимум, я говорил, что это было бы лучше для медведей, но пока походит, что мы копим силы, и, соответственно, пока самым оптимальным вариантом для какого-то шартового сценария нового, ну, этот еще не отменен, но, скажем так, он у меня пока не в фокусе, да, для нового сценария это я вижу обновление максимумов, там, на сколько хватит сил, да, если чуть-чуть, то чуть-чуть, может быть, это на больше хватит, и возврат опять вот в эти вот границы. Вот если будет такая у нас конструкция, то, опять же, здесь можно будет уже после возврата рассматривать шарты, это будет все красиво и идеально. Так, теперь переходим к бренду, да, текущий фьючерс на намексе, соответственно, картинка очень у нас тут позитивная, вообще нефть, конечно, фееричный рост показала своих низов, да, прошлогодних, там, сотни процентов, ну, смотря по какому, конечно, сорту смотреть, но, тем не менее, даже бренд там выросла, обалдеть насколько. И картинка пока выглядит позитивно, да, небольшие коррекции у нас были, были верно показаны коррекции, да, вот здесь была хорошая отработка, я никогда не подумал бы, что настолько сильная она будет, да, потому что прогнозировал, как вы помните, где-то переставление от этих максимумов, в итоге очень сильно выросли, теперь никаких, ну, по крайней мере, на текущий момент, на текущем контракте никаких разворотных тут супер признаков нет готовых, говорить о чем-то, скажем так, супер негативном не приходится, да, какие-то попытки коррекции есть, но они быстро выкупаются, поэтому пока все выглядит, ну, скажем так, как бы это странно мне казалось, достаточно позитивно, есть вот какие-то намеки на потенциальные, да, классические там модели разворота, но, опять же, пока не будет обновлен вот этот минимум, говорить об этом не приходится, сегодня очередной всплеск, да, в начале недели у нас положительный, вроде бы снижались-снижались, да, в конце той недели потихонечку опять, но открытие опять нивелировало половину этого снижения, поэтому смотрим, пока выше вот этого минимума, да, выше там 64.30, картинка у нас позитивная, если будем закрепляться ниже, ну, будем смотреть тогда уже варианты углубления, потому что, естественно, ну, я думаю, коррекция, когда она в итоге случится, она, конечно, будет очень мощная, но когда она случится, вот, гадать не имеет смысла, хорошей модели тут для входа нет, была очень хорошая возможность вот из этой консолидации выйти вниз, и тогда действительно развить успех для медведей, но, опять же, у нас каждая неделя открывается позитивом, поэтому посмотрим, посмотрим, хорошие модели здесь тут никакой на шорт нету, на лонг тоже, потому что, ну, очень сильная перекупленность, поэтому по нефти, честно, смотрю со стороны сейчас на это дело, где-то тут не совсем адекватно, скажем так, я входил, были у меня моменты, но тут были возможности торговать в обе стороны неплохо, были хорошие моменты и для лонга, где-то для шорта были моменты, скажем так, понятные, где-то они отработались, хоть как-то, да, где-то никак не отработались, но сейчас, скажем так, кроме каких-то там предпосылок, таких о возможной коррекции, реальных точек входа нет, поэтому смотрим, ждем, тут есть, в принципе, неплохой такой ориентир, да, сейчас видно, что некоторое затухание движения происходит, да, можно нарисовать какие-то поддержки, горизонтальные, как я сказал, да, возможность там хеддшолдерса, вертикальные и так далее, можно как-то ориентироваться, в любом случае, пока мы наверху торгуемся, картинка у нас остается позитивной, рынок показывает, что силы есть, как только начнем преодолевать предыдущие минимумы, соответственно, это уже даст нам пищу для размышлений и там уже будем искать хорошие какие-то модели. Я думаю, как только что-то хорошее у нас по нефти реально нарисуется, то я сделаю обязательно отдельный обзорчик, выложу в телеграм-канал, как я это обычно делаю, и там уже можно будет, скажем так, что-то конкретное увидеть, обсудить и так далее, торговать. Пока же по нефти, но ничего интересного у нас нет. На этом все, отличных вам трейдов, смотрите обзоры, подписывайтесь, рекомендуйте, счастливо!